На Ленмаре обсудили реализацию программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Основная цель программы, разработчиком которой выступает Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего Востока и Арктики, подготовить план мероприятий по экономическому развитию. Тему продолжит Александра Литкова. Бубны, сувениры, национальная одежда и обувь. Мастерская тембойка, что в переводе с ненецкого означает «жилка», открылась в посёлке Красное четыре года назад. Тогда при помощи нефтяников и окружных властей удалось построить здание, предназначенное для сохранения и развития национального ремесла и традиций. Впрочем, ненецкая мастерица Лилета Иборей оказалась в незавидном положении. Стоимость коммунальных услуг и аренды здания слишком высока. Я уже везде говорю об этом. У меня на самом деле проблемы с арендой. То есть я просто просила с прошлого года, уже прошу, чтобы мне дали это здание на безвозмездном основе, то есть арендную плату, чтобы я не платила. Потому что на самом деле это очень сложно в посёлке, но для меня это дороговато. Своей проблемой Лилета Иборей поделилась с представителями агентства по развитию человеческого капитала Дальнего Востока и Арктики в ходе их рабочей поездки в Красное. Здесь очень простая проблема – это взаимодействие с руководством, с муниципалитетом, поскольку собственность муниципальная, поговорить о том, чтобы либо снизить ставку аренды, либо как-то отсрочить её. Тем более с учётом того, что сейчас пандемия, понятно, что обороты по продажам здесь упали, а ставка она не упала. То есть вопрос, наверное, главный сейчас в этом. Я думаю, что мы это без программы в рабочем порядке попробуем решить вместе с руководством муниципалитета. Подобную мастерскую планируют открыть и на территории посёлка Нельмин-Нос. Об этом в ходе встречи представители агентства с окружными властями рассказала заместитель главы региона Валентина Сганич, которая входила в рабочую группу от Нельского округа по разработке программы. Они будут охватывать все хозяйства, которые там на территории есть, чтобы как-то развить и занять женщин в самом поселении. И, конечно же, обязательно передача вот этих традиционных знаний по развитию художественных народных промыслов. Кроме того, участники встречи обсудили развитие этнотуризма на территории Нельского округа, в частности, транспортную доступность, развитие инфраструктуры и экономическую выгоду для коренных народов. Хотелось бы, конечно, внедрять такие меры поддержки, как это субсидирование, может быть, туризма. У нас есть, Ростуризм, разработан проект кэшбэка, но он рассчитан, как правило, на все эти крупные туристические объекты, санатории, профилактория. У нас понимаем, что в Арктике у нас таких объектов нет. Соответственно, Арктика, мы выпадаем из этой программы Ростуризма. Может быть, что-то в этом направлении продумать. На сегодняшний день федеральным законодательством определено 13 видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в числе которых животноводство и рыболовство. Сенатор от Нельского округа Денис Гусев, который также принимал участие в разработке программы, выразил мнение о необходимости упрощения выдачи разрешений на любительскую охоту и рыбалку, что также будет способствовать привлечению туристов в регион. И мы большую часть на данный момент тех людей, которые могли бы приехать, которые впоследствии могли бы результаты традиционных промыслов, результаты огневодства и внести в какой-то вклад внутренний продукт, они в конечном итоге сейчас теми правилами охоты, рыболовства, они ограничены. Проект программы поддержки традиционной деятельности в Арктике коренных малочисленных народов разработан Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. С целью сбора предложений в план реализации программы представители агентства посетили также производственный комплекс крестьянско-фермерского хозяйства поселка Нельминос, Капхос-Ерф и Акционерное общество мясопродукты. Город Нарьянмар динамичный, небольшой, очень добрые люди, очень разные люди. И важно, что сохраняется традиционный уклад жизни. Мы были в юго-восточной части Ненинского округа, когда были в Иркуте, заезжали на стойбище, познакомились с общинами. У нас представление есть такое, может быть, не комплексное, но не только Нарьянмар. Мы видели и регион, такой край региона. Поэтому впечатление очень положительное. Есть, конечно, огромный потенциал по тому, что нужно поддерживать традиционную хозяйственную деятельность. Пока представители агентства посещают северные регионы с целью подготовки плана мероприятий программы, проект находится на рассмотрении председателя правительства Михаила Мишустина.